Как проходила операция «Железный кулак» 44 дня войны Азербайджан наносил удары по армянской армии, передает АЗ. Эйзи, в годовщине славной победы во второй Карабахской войне спутник Азербайджан подготовил видеинфографику хроники событий. В ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль фронта 27 сентября 2020 года азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, позднее получившую название «Железный кулак». Карабахская война, продолжавшаяся 44 дня, завершилась окончанием почти 30-летней оккупации и восстановлением территориальной целостности Азербайджана. В этих боях Азербайджан добился больших успехов со значительно меньшими, чему противника, потерями. Первоначально освободив от оккупации ряд сел и стратегических пунктов, азербайджанские вооруженные силы 22 октября полностью освободили на юге границу с Ираном и 23 октября начали продвижение в направлении Лачинского коридора. Все 44 дня войны Азербайджан наносил удары по армянской армии артиллерии, минометами и управляемыми ракетами. В ходе продолжающейся войны от оккупации были освобождены 4 октября, Джабраил — 17 октября, Физули — 20 октября, Зангелан — 25 октября, Губадлы и 8 ноября, Шуша.